Всем привет! Доброе утро у нас. Отвела детей в школу. Сегодня занимаюсь гаражом. Вышла посмотреть. Ну, утречком, в принципе, приятно выйти. У меня тут на выгуле зверь. Покосить, не покосить траву. Еще сегодня, наверное, траву покажу. Работы много. Работы, я имею в виду, то есть, за которые я денег не получаю. В школе всех учеников надо проверить. Также мне надо портрет сегодня дописывать. Ну, сегодня не допишу, но один там надо еще поработать над ним. Тут сливается вода у меня в бассейне. Пока мать купается, зверь охраняет территорию. Бассейн, вообще, если интересно вам, пишите внизу в комментариях. Я тогда подробно расскажу об уходе. Если вкратце, супер довольна, очень советую. Это Лэйзи Спа. В Америке он называется Луна Спа. Это одно и то же абсолютно. Это один бренд, просто в разных странах по-разному называется. Бренд, вообще, производитель это Bestway, который каркасники делает. Суперская вещь. Сейчас просто вчера дети приходили в гости, накупались, там грязи натащили. Я все сливаю новую, залью водичку, чтобы это все не фильтровалось там вечность. Хотя можно и отфильтровать, но я не хочу, зачем больше химии сыпать. В общем, сейчас пойду позавтракаю. И сегодня у меня в перерывах между работой, у меня умственный труд, в перемешку с таким. Будем разгребать вот этот кошмар, гараж. Вот это все снаружи я не разгребаю. Это я еще подвинула, потому что здесь это все на свалку идет. Вот этот порвали тоже с детьми, они, ну, уже давно пора. В общем, такие дела. Пошла завтракать и потом буду уже разгребать все. Может, в какой-нибудь магазинчик сегодня заскочу, посмотрим. Время завтрака. Быстро себе сделала мясо с салатом и яичком. Не пора ли нам подкрепиться? Если говорить, на какой стадии привода себя в порядок я сейчас, камера очень сильно прибавляет. Ну, все знают, собственно, то, что 5-8 килограмм камера прибавляет. То есть, если я выгляжу так на камере, то вот на самом деле, я смотрю сейчас в зеркало, это где-то вот так вот меня обрезать, это буду я. Мне осталось пару КГ скинуть, собственно. В принципе, я своей формы уже начинаю быть довольна. Есть места, которые надо убирать. Минимально вот здесь. Также на руках. Руки у меня вообще такие крупные, довольно такие вот последние лет 10 особенно. Ну, и они никогда супер тонкими не были. Бывают, когда совсем такие субтильные ручки, у меня они никогда не были субтильные. У меня всегда вот здесь жирок подмышечный вот этот противненький. И, собственно, тут в живот мне скидывать особо нечего. У меня его прям сильного и не было. У меня вот здесь фиброз послеоперационный. И, собственно, получается, что иногда оно и бухает, когда я отекаю, иногда сдувается. Но сколько послеоперационный, он у меня уже со мной 3 года и будет уже, видимо, до конца дней моих. Я планирую скинуть еще 2-3 КГ где-то примерно. И все, собственно, и больше мне не надо. Я уже скинула где-то 4 КГ я где-то скинула. И вот 2-3 осталось. Но разница сразу очень большая из-за этих килограммов. Разница прям огромная, скинутых. Чуть-чуть начинает вот здесь более сухой живот быть. Я вообще люблю, когда сухие животы. Никогда прям суперкубы. Но когда видно вот эту вот полосу, у меня ее хорошо видно. Благодаря моему диастазу. Я не знаю. Ну вот сейчас видно, наверное, да. Но когда боковой свет, особенно ее хорошо видно. Поэтому даже когда я была такая больше в теле, мне говорили, о, у вас накачанный пресс. Я говорю, нет, это дороживайте. Но сейчас я не то, чтобы сильно качаю пресс. Я когда занимаюсь вот с тем же Фитстарс, я делаю упор на зарядку. То есть какой-то чуть-чуть разогреться, спиной похрустеть. Люблю вот такие упражнения. То есть когда на скручивание. Это мое любимое упражнение. Оно мне помогает и с поясницей, и с лопаточками немножечко. Ну, или не лопатками, а между лопатками. Вот у меня больной отдел как раз. Это мне помогает. Друзья, если вам нравятся мои видео, и вам хотелось бы видеть их чаще, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забываем про колокольчик. И, конечно же, оставьте комментарии внизу под этим видео. Именно комментарии помогают продвижению видео в фидах подписчиков. Это, чтобы вы понимали, масштаб трагедии. Это просто одища. Мы, собственно, некоторые коробки даже не открывали, как переехали. Плюс во время ремонта тут все вот это было сюда скинуто. Это просто кочмар. Так, картина еще моя тут валяется посередине. Их надо, конечно, как-то куда-то... О, пауки тут свили. Пауки, конечно, адские тут. Вот мы в Лондоне сколько живем, ни разу вот нигде столько пауков. И таких быстрых не было. То есть вот паутину за ночь свили. А за ночь выходишь, уже все свито. И на террасе, и везде. Так, с чего начну? Наверное, вот эти картины я поставлю вот сюда, к стеночке пока, аккуратненько. Вот эту штуку надо, кстати, вытащить, выкинуть. Тарголит еще от полов остался. И, и, и. И дальше буду вон те коробки. Коробку можно вообще разобрать и сложить сбоку. Ее заберут в обычный вывоз мусора. Вот это я выкидываю на улицу. Вот что влезет, вот сюда сбоку составляю. Что не влезет, перед домом уже составлю, потому что сколько можно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, я не верю, что я это говорю, но я все сделала за один день. Одна. Ну, одна, потому что муж себя плохо чувствовал. И мне лег, он не знает, куда это разбирать. Это только я могу разбирать. Ничего тяжелого не было. И он с детьми сегодня весь день, пока я тут ковырялась, в парк дошел. Ему нельзя тоже вообще ничего сейчас поднимать, нагибаться. У него там что-то непонятное. Не от ложки два дня был. Ну, они сердце проверили, сказали не инфаркт. Но сказали ничего вообще не делать. Попробовали первый раз сделать сухофрукты. Они долго делаются. Яблочки вообще отлично. Там написано 3 миллиметра, но я по ним вижу, что их можно либо меньше держать. Потому что я люблю такие полумягкие, полусушеные. Либо их толще резать. Вот это одно яблоко вот здесь. Тут один банан. Банан надо, наверное, чем-то побрызгать. Делали картошку. Картошка просто супер, очень быстро получается. Курица тоже сделала вкусно. По поводу мяса, курицы пока еще надо пробовать, тестить. Чтобы сравнить именно разницу с духовкой. Но мне куча людей написала, что у кого эрогриль, они все в восторге. Так, теперь рыбка пошла. По идее надо с гарниром. Но я сейчас, мне лень резать овощи. Так рыбка, а здесь гарнир, например, готовится. Как мы? Включаем. А я, кстати, не смотрела, на какой температуре ее готовить. Мне нужна вторая печка. То есть тут как две отдельные печки. Я трогала изнутри. Когда вот это работает, это изнутри. Стенка даже не греется. Так, у нас будет айрфрай. Я все сделала. Сейчас уже 7 вечера. Весь день я потратила. Каждую коробку перебрала, кроме вон там маленькой желтенькой. Вот в этой вся фигня подряд, которую я не определилась, куда деть. И вот тут коробка, а то и две вещи, одежда, которую я давным-давно не ношу лет 10 уже, ее отдам на благотворительность. Здесь, собственно, картины мои, матрасы и так далее. Вот это все тоже уйдет потом. Будет стеллаж большой вот здесь. То есть сейчас я ничего больше не могу здесь сделать, кроме, ой, до того момента, как сделаю стеллаж. Но уже будет очень удобно все на него перекинуть, потому что все перебрала. Потому что все подписала тоже. Вот эту надо еще тоже подписать. Но она сверху, там, в принципе, и заглянуть можно. Вот этого хламиды, вот этой, ничего здесь не будет. Это все пойдет на стеллаж вот здесь. И в контейнеры прозрачные. Типа таких, только побольше, высокие мне нужны контейнеры. Но я думаю, идти и такие, и такие возьму. Чемоданы удобно на самый верх запульнем на этот стеллаж. Стеллаж 60 сантиметров я смотрела. Сейчас пока денег нет в этом месяце. Может, в следующем возьмем. И здесь, то есть на этой стене будут висеть в подвешенном состоянии велики. Все три. Самокаты, велики, лонгборд и мои инструменты. То есть вот эта часть будет с инструментами. Потому что я сюда все время бегаю. Так что вот такие вот планы. Что у нас здесь будет? Ну, будет такой типа а-ля спортзальчик. На самом деле главное хранение, конечно же, в первую очередь. Так как здесь много места, Даршан мечтает о столе для пинг-понга. Не знаю, с кем он будет играть. Ну, я разок поиграю, но два. Ну, так я долго не буду. Стол будет складной. Здесь будет все пусто, как я уже сказала. И он будет вот сюда закатываться. То есть места не будет занимать. В принципе, здесь более чем достаточно места, чтобы играть. То есть дождь, не дождь. Можно сюда всегда прийти. У нас теперь здесь есть электричество. Можно поэтому, соответственно, сделать какой-то свет. Ну, можно и на зарядке. Можно просто лампу подключить. Какую-то дешевую купить, прикрутить. Прямо в розетку воткнуть. Не выпендриваясь. Потому что это все-таки гараж. Также я хочу детям наверх сделать какие-то лазилки. У нас нигде нету детских зон. Да у нас тут парк, конечно. В принципе, это не особо им надо. Плюс у нас бассейн. Но все равно плохо не будет. Например, качельки какие-то зози повесить. Чтоб они зимой, например, днем им скучно. Они пришли сюда. Какие-то канаты, качельки. Крыки, в общем, я вкручу вверх, в потолок. Вкручу крюки. И, собственно, на них будут съемные качели, съемные веревки лазить. Какие-то... Чуля, нельзя. Уже закрыто. Уже закрыто. Брюшек мой. Рыжий. Какие-то, может быть, такие штуки, где Кирюша сможет, как лестница, знаете, такая лестница со стены на это. Турник бы по-хорошему еще. Турничок, может, я вот здесь просто прикручу. Сбуку вообще просто было бы. Ему широкий не нужен. Например, прикрутить вот отсюда, сюда. И все. Ему хватит для хвата достаточно. Ну, либо отсюда, вон туда. Тоже удобно было бы. И сюда просто очень легко вкрутить. Эта деревяшка мягкая, я уже вкручивала. Очень легко вкручивается в нее все. Замучилась я, просто замучилась. Нашла работы подруги. Картины. Она, причем, их за бешеные деньги продает. Но вот этот вот еще не совсем помялся. Этот просто весь мятый-перемятый был. Причем очень красивая работа. Нереально написано. Она с натурой их все делает. Но, чтобы это понимать, надо разбираться в живописи. Потому что Настя может написать в любом стиле суперреалистичную, классическую живопись маслом, что угодно. Но это у нее свой собственный стиль. И вот так уже никто не может сделать, как она. И он угадывается. Поэтому люди готовы платить за это, собственно, хорошую денежку. Ну, в общем, факт в том, что ее нашла. Сейчас вот выпрямляю его. Придавила, чтобы он выпрямился. У меня много Настяных вещей. Так как у нас много места. Тут у чемодана ее стоит. И какие-то там арты ее материалы. Глина. Потому что она очень часто приезжает в гости. И у нее места мало. У нас более чем достаточно. Она мне как ее чемоданчик не мешает. Потом, конечно, это все надо подмести нормально. Но это уже, когда будут стеллажи, я все подмету. Когда будут контейнеры, стеллажи, все подмету, все поставлю. И сюда потом уже, наверное, сразу денег не будет, когда будут сделаю маты. И все. И будет пол прям хороший. И не надо ничего выравнивать. Маты там под ними не так видно будут неровности какие-то. Самое главное, что здесь пол под уровнем. Потому что мы живем на склоне. Вот оттуда гора идет вот туда вниз. Прям резко вот отсюда. А тут выравнивали. Делали ровный пол. Что хорошо. Могли бы и не делать. Учитывая, что тут гараж. И у них тут пусто было. А вот это все вывоз мусора будет потом. Потому что, может быть, ремонт ванны начнем. И уже что тогда все вместе вывезем. Ну, ремонт ванны только осенью будет, блин. Ну, мы уедем. И муж побудет уж. Это не видно. Слава богу. Вот это очень большой плюс. Что у нас вот так все красивенько. Ничего не видно. А там весь бардак, весь срач там. Здесь более-менее все чистенько. Можно ничего не убирать. Вот все соцветия вот такие. Из одной точки сразу. Букет целый. Из одной точки бутона. Тут вот этот только начал распускаться. И вот они все по многу. Из одной точки. Здесь уже отцветают. Огромные. Надо резать, наверное, все. Вон они все вниз. Потому что силы нет. Такие цветища держать. Ну, а мы со зверем будем с вами прощаться. Всем до новых встреч. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok